В преддверии намеченных уже на ближайший понедельник межсирийских переговоров, где стороны конфликта должны будут приступить к политическому решению своих разногласий, в Сюрихе сегодня встречаются главы дипломатии России и США. Основной вопрос сейчас, готовы ли в принципе стороны к диалогу, до сих пор остается несогласованным список тех, кого считать в Сирии террористами, а кого оппозицией, и, соответственно, допустить ко всем дальнейшим политическим изменениям. За встречей в Сюрихе следит наш европейский корреспондент Иван Благой, он выходит на прямую связь. Иван, ну понятно, что встреча Лаврова и Керри началась не так давно, но возможно уже есть какие-то результаты или заявления? Ну она началась более двух часов назад, и нам известно, что она уже закончилась, что министр вышел к прессе. В данный момент у него проходит короткий брифинг для российских и международных журналистов, и есть уже первые заявления. Например, нам известно, что в основном сегодня Джон Керри и Сергей Лавров обсуждали весь спектр вопросов сирийского урегулирования, а также минские договоренности. То есть главенствовали две темы, это Сирия и Украина. Что касается сирийского урегулирования, Сергей Лавров заметил, что резолюция со безопасности ООН по Сирии продолжает являться базисом для урегулирования ситуации в Сирии. И в этом согласны обе стороны, то есть в этом согласны и Россия, и США. Дальше подробности последуют. У нас пока есть еще информация ранее, перед началом переговоров. Сергею Лаврову успели задать вопрос, состоится ли 25 января вообще встреча по Сирии в Женеве. Министр ответил, неопределенно посмотрим. И то, что касается сирийского урегулирования, дело в том, что существует пока все еще нерешенная проблема. Заключается она в том, что нет общей позиции в отношении того, кого считать террористами в Сирии, а кого таковыми не считать. Соответственно, кого можно приглашать на переговоры в Женево, а с кем вообще нельзя садиться за стол. И существует парадоксальная ситуация. Например, ряд антиасадовских мятежников поддерживает Турция и страны Персидского залива. У них, например, свое мнение. Тех, кого они считают борцами с режимом и представителями оппозиции, остальные считают, например, террористическими группами. Единение, насколько нам известно, пока существует лишь в том вопросе, что однозначно террористическими нужно считать так называемые группировки, запрещенные в России, Исламское государство и фронт Ан-Нусра. Ну и, конечно же, постоянный вопрос на этих встречах, его, естественно, обсуждали. Это будущее сирийского президента Башара Асада. Так до сих пор не ясна его роль на предстоящих переговорах в Женеве. Но по заявлению официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби, между Россией и США стороны намерены устранить все разногласия до даты, то есть до 25-го числа. И ключевыми могут оказаться как раз эти переговоры в Цюрихе. Ну и напомню, что эта встреча, первая встреча в этом году в таком формате, в формате министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Кирби. О консультациях неделю назад договорились президенты России и США во время своего телефонного разговора, который произошел по инициативе Вашингтона. Елена. Да, спасибо, Иван. Будем ждать уже деталей, итогов проведенных переговоров. На прямой связи из Цюриха, где проходила встреча главы МИД Лавровой госсекретаря США, был наш корреспондент Иван Благой. Спасибо.